Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой, А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на урок церковно-славянского языка. Как всегда, сначала помолимся Богу, нашему главному наставнику и помощнику во всех добрых делах. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови! Добро пожаловать на уроки. Видите, как в церковно-славянском языке буква превращается в цифру? Очень просто. Над буквой с цифровым значением ставится титла. Ну что, посчитаем до десяти? Итак. Един, два, три, е, четыре, пять, шесть, седьмь, восемь, девять, десять. Вот, ребята, перед нами первый десяток, который состоит из простых числительных. Смотрите-ка. Буква И же под титлом обозначает восьмерку. И именно поэтому она называется еще и восьмеричная. А число десять обозначается буквой И. Именно поэтому она называется и десятиричная. Девятка обозначается буквой Фита. С ней нам еще предстоит познакомиться поближе. В современном русском алфавите она не употребляется. Ну что же, идем дальше. Посчитаем от двадцати до ста. Перечислим десятки. Во время наших занятий, когда мы знакомились с разными буквами нашей древней азбуки, я говорила вам, какие числа обозначаются той или иной буквой. Но, поскольку это было уже довольно давно, давайте вспоминать вместе. Итак, два-десять, три-десять, четыре-десять, пятьдесят, шестьдесят, седьмдесят, восемьдесят, девятьдесят, сто. Хочу обратить ваше особое внимание на число шестьдесят. Оно обозначается греческой буквой КСИ. Мы будем говорить о ней подробно, когда придет время. Итак, друзья, мы видим, что числительные, обозначающие десятки, относятся к сложным. Они состоят из двух простых числительных. И на письме словно повторяют действие умножения. Два-десять, то есть два десятка. Три-десять, три десятка. Девять десят, девять десятков. А теперь, друзья, давайте посмотрим, как образуются сложные числительные, которые состоят из десятков и единиц. Сначала посчитаем от одиннадцати до девятнадцати. Итак, едино на десять, два на десять, три на десять, четыре на десять, пятнадцать, шесть на десять, седьм на десять, осьм на десять и девять на десять. Смотрите-ка, друзья, в числах от одиннадцати до девятнадцати сначала пишется буква, обозначающая единицу, а затем буква И, обозначающая десятку. Эти сложные числительные образуются, повторяя на письме математическое действие сложения. Единицы прибавляются к десятку с помощью предлога «на». А еще, как вы видите, на письме отражается само произношение этих числительных. Сначала единицы, а потом десяток. Едино на десять, два на десять, пять на десять. Почти так же они звучат и в современном русском языке. Один на десять, одиннадцать, две на десять, двенадцать, пять на десять, пятнадцать. А теперь внимание. Числа от двадцати одного записываются наоборот. На первом месте десяток, на втором – единицы. Тоже так, как произносится. Двадцать один, два десять и един, тридцать пять, тридесять и пять, сорок семь, четыридесять и седми. А как же записываются числа с сотнями? Очень просто. На первом месте ставится буква, обозначающая сотни. Ну, мы с вами пока знаем только, как обозначается в церковнославянском языке число сто. Буквы «рцы» под титлом. А на второе и третье место ставим десятки и единицы, по правилам, о которых мы только что говорили. Например, сто двенадцать, сто и дванадесять, сто сорок семь, сто четыридесять седми, сто восемьдесят, сто восемьдесят. Ну, а как же записать, например, число сто четыре? Ведь в буквенной цифире нет нуля. Но он и не нужен. Ведь у нас есть буква, обозначающая число сто. И буква, обозначающая число четыре. Пишем так, как слышим. Сто четыре. Да, увлекательная эта тема «Церковнославянские числа». Думаю, мало кто из ваших друзей знаком с древней буквенной цифирью. Ребята, поделитесь с ними своими знаниями. Быть может, именно благодаря вашему рассказу для них впервые приоткроется удивительный мир церковнославянского языка. Но сейчас я прощаюсь с вами. До следующей встречи. И дохранит вас Господь. И до следующей встречи.